Ребят, то, что вы сейчас увидите, нельзя описать словами. Возможно ли, оставшись в одиночку на колесном танке против восьми, ребят, врагов, сделать бой? Такого врыва, таких наглых заездов я, если честно, не видел очень-очень давно от этого сражения. У меня, если честно, парни, вот я когда первый раз смотрел, просто кружилась голова. Потому что настолько лютейшие врывы будет делать наш колесник, ну это жесть. Смотрите сейчас, что происходит с первой минуты. Наш герой занимает куст для просвета, но вражеский светляк его, собственно, обнаруживает. И, можно сказать, так повезло ему уйти с этого куста, оставшись невредимым. И он сваливает себе спокойно на свою базу. По ситуации на миникарте давайте посмотрим, что у нас сложилось спустя одну минуту боя. Центр карты мы полностью отдали. Это значит, что ПТшки, которые стоят вот здесь на балконе, абсолютно становятся неэффективны. У них нет света и вражеского колесника никто не может законтрить. Видим, что даже наши точные выстрелы по нему приходятся, так сказать, в колеса. И, собственно, дамага не наносит. Выцелить с такой дистанции его довольно сложно. Кроме того, наш герой видит, что работают еще и по нему. Колесник вражеский с вертухи отвесил. Но повезло, конечно, что мы сейчас спаслись без дамага. Но, тем не менее, что имеем, то имеем. Центр проигран. Правый фланг, соответственно, есть у союзников шансы. Потому что очень много врагов на центре. Здесь, в принципе, один 113. И если Суперконь неплохо умеет управлять своим танком, то он 113-го, по идее, должен разбирать. К тому же, серьезные проблемы наверху карты. Здесь против наших СТшек приехали вражеские тяжи. Которые, ребят, должны, по идее, вытанковывать дамаг средних танков. Если наша союзная арта СТшкам не поможет, фланг будет слит. Счет 0-1. Наш герой метается по всей карте, мечется по всей карте. Не может найти себе применение. Потому что светить особо некому. Да и очень опасно кататься по центру сейчас. Потому что мы сразу же попадаем под лютейший фокус трех направлений. Все вот эти СТ и тяжи будут отстреливаться по нам. ПТшка Гриль-15 будет отстреливаться. ЕБР будет пытаться словить. Поэтому обвинять сейчас нашего героя в том, что он бросил свет на центре карты, ну, наверное, не стоит. Ну, давайте не будем судить по первой минуте боя. По первым трём минутам даже уже. Просто посмотрим, что дальше. А дальше у нас на центре засвечивается Тайп-61. Первый там же чуть-чуть подалее появляется ВЗ-111. И наш герой пытается играть в ПТ-САУ. И просто работать на дамаг. Потому что счёт такой шаткий. 0-1. Ещё, в принципе, непонятно, в какую сторону шатнутся весы этого сражения. Поэтому не стоит, наверное, сливаться в таких боях первым. Лучше подождать. Потому что чуть позже, когда танков уже становится поменьше, у колёсного пацана появляются реальные шансы. Вот, ребят, кто играет на колёсниках, наверное, знают такой момент. Врываться на нём в самом начале боя очень опасно. И в большинстве случаев это нерезультативно. Потому что, когда ты въезжаешь, ещё 15 танков у врага, ну пусть там 13-14 даже, ты попадаешь под лютейший фокус. И все твои вороты сводятся на ноль. Потому что количество тех снарядов, которые вылетают в тебя, одно просто огромное. Так как ХП у нашего танка там всего 1300, 1-2 попадания по нам с пробитием. И это всё. Бой фактически испорчен. И дальше уже в более поздней стадии боя ты не сможешь ворваться как раз тогда, когда это нужно. Поэтому как нужно делать на колёсниках, вот я лично уже по своей практике игры на нём говорю. Ты вначале делаешь очень-очень быстрый врыв. То есть заезжаешь в самый сок. Но тут же ни секунды нельзя. Вот ни в коем случае самая плохая ошибка колёсных танков, которые сейчас в рандоме играют, это становиться и занимать кусты. Нельзя. Посмотрите, у колёсника 10-го ещё в принципе более-менее неплохой обзор. Но у колёсников ниже уровня обзор просто отвратительный. Поэтому только активный свет. Вот уж так сложилось, что разработчики забалансили вообще этот класс техники, эти колёсные танки именно таким образом, что только активный свет будет приносить плоды. Во-первых, это действительно проблемы с обзором на низких уровнях колёсников. Во-вторых, здесь такой момент, что у нас по бокам 4 колеса. Если мы будем ехать, ну, по каждому боку, если мы будем ехать именно бортом, боком к противнику, то часто даже снаряды от сильных танков типа Яги Е100 с огромной альфой прилетают без дамага в эти самые колёса. Кто-то скажет, что это не исторично, но тем не менее, что имеем, то имеем. Видим, что наш герой, увидев, что мы проигрываем верхнее направление карты, становятся классические кусты для отстрела. Вот нереально классические кусты. Знаете, если играешь на арте, вот по этим кустам просто вешаешь плюху вот сюда, вот в этот самый угол. Либо вот по краям кустов. Ну, если у вас хорошая, такая мощная арта типа Т-92, HMC этой американской артиллерии 10 уровня, да, то даже с флэшем вы можете просто поливать вот этот куст, если ваша команда, конечно, уже продавила под базу, и противники менжуются вот там в этом кусте, где стоял. Просто поливайте, и потом в конце боя дамаг без засвета даст вам больше опыта. Ну что ж, давайте смотреть, что складывается в этом сражении. Счет у нас 6-12. Наша команда проигрывает 6 стволов. Час 5, там немножечко 705 парочку фрагов сделал. И все, казалось бы, бой, ну, полностью слит. Один колесник, как правило, ну, тяжело. Тяжело тащить бои. 1300 хп противники все-таки начинают попадать, потому что им некого выцеливать, кроме тебя. Но видим, что наш герой не такой. Остается, оставался он сейчас один против восьми. Я не считаю уже артиллерию, потому что, как вы увидите, ну, уже через минуту, если не меньше, она вообще ничего в этом бою сейчас уже не поможет. Вот она просто сливается. Похоже, даже дамаг по Шкоде не дала. Шкода без оглушения, как мы видим. То есть, фактически, можно считать эту артиллерию выбросить и сказать, что наш герой играл один против восьми. Один против восьми на колесном танке. Ладно, упустим формальности. Давайте смотреть, что будет дальше, ребят. Наш герой врывается на базу. Здесь почти фуловый Эмиль второй. Посмотрите, какое обманное, хитрейшее движение делает сейчас наш герой. Интересные тактики демонстрирует, да, пацаны? Посмотрите. Просто вот это движение по красоте сейчас сыграло. Ввело в нулевой ступор этого Эмиля. И мы еще раз проворачиваем свой фокус. Вот надо научиться вам. Ну, я думаю, вот это момент. Да, Эмиль все-таки нам один раз флюх-то прописал. Прописал. Но, тем не менее, наш герой очень уверенно разбирает тяжи девятого уровня, не давая ему особо ничего сделать. Тут же врывается объект. 2-5-7 советский. И это наша следующая цель. Наш парень начинает крутить. Заезжаем к объекту 2-5-7 сзади. Даем в борт. Пробитие очень уверенно проходит. Просто по красоте. Просто по красоте работает подсад. И вот здесь казалось, что прицел не успевал попадать в объект. Но, тем не менее, дамаг зашел. Вот вам серверный прицел, как работает, ребят. Ну, вы видели, да, моментик такой? Ладно, уйдем от тонкостей. Просто наслаждаемся. Наслаждаемся, ребят. Этим лютейшим экшеном. Наш герой остается против трех артиллерий сейчас и гриля 15. И вот теперь будет как раз таки и решаться вся суть данного боя. Вырываемся на центр. Здесь бачат 155-58. Отвешиваем плюху под нему. Остаемся против двух артиллерий и гриля. Еще одна арта. Ну, конечно, на арте попасть в колесного танка на ходу, который влетает, очень сложно. Но иногда они это делают. Но я помню один момент. У меня даже есть на канале бой, где я играл на артиллерии. На меня врывался один на один колесный танк. И я его разобрал. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он был фуловый. И мне пришлось стрелять по нему несколько раз. Ни с одной шальной плюхи я его забрал. То есть это был нереальный драйв. Минута ультра экшена. Посмотрите, я даже специально найду этот бой. Я ставлю ссылку слева на экране. В конце перейдете. Ну, а теперь давайте, давайте смотреть финал. Наш герой остается против гриля 15-го и коня. Врывается на вражескую базу. Здесь обнаруживается Канг Верер. У него, по-моему, нет шансов. У него, ребят, просто нет шансов. Легко, легко, легко. Должен добивать сейчас. Уходим от гриля. Конь сводится на нас. Но он КД. Наш герой останавливается. Есть минус арта. Остается гриль 15. И какая же, парни, эпичнейшая заруба вас ждет в следующие несколько минут. Это просто амбез. Давайте поэтому я быстро напомню, что спонсоры этого ролика у нас, ребята, с сайта ВотКит. Где вы можете получать премтанки и голду. Ссылка находится в закрепленном комментарии к этому ролику. На ВотКит.com каждый день раздают 5000 голды внизу сайта на халяву, парни. Поэтому переходите по ссылке, которая, ну, я же сказал, в закрепленном комментарии. Ну, и еще хочу быстро показать вам победителей нашего ежедневного розыгрыша голды. Вот их комментарии с игровыми никами и наши чеки об оплате. Поздравляем, парней. В этом ролике тоже будет розыгрыш. Для участия нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, включить колокольчик и оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. По-моему, условия очень простые. А мы смотрим драйвовейший финал. Невозможно вот такие бои, где настолько все динамично, комментировать спокойно, поневоле начинаешь входить в эмоции, начинаешь сам чувствовать вот этот врыв, чувствовать, как у героя, который в этот момент сидел и играл, колотилось сердечко, как у него просто тряслись руки. И смотрите, он, ну, с маленьким сведением отвешивает в башню гриля 15 фугасом, на 576. После этого уворачивается от выстрела немецкой ПТ. И, по-моему, она не должна нас ваншотить. Если, конечно, гриль сам не на фугасах. Вот в чем опасность. Поэтому, как мы видим, наш герой сейчас побаивается выезжать, врезается в скалу и везет, что гриль неповоротливый и не поймал нас на вот этом моменте. Сходимся еще раз, и это, парни, победа. По-моему, был очень обалденный бой, заслуживающий вашего лайка. И я говорил, слева посмотрите бой, где я играл на арте против колесного танка. Очень крутой момент был. Очень крутой. Вы должны заценить. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok